приветствую каждого игрока от овощи до статист на моем канале с вами зав и знаете я немножко обосрался обосрался когда назвал у mx адекватную цену 8000 золота знаете почему ну давайте сейчас разберемся сейчас разберемся сейчас разберемся вы помните что он продается вот отдельно в пустом так сказать наборе за 8000 золота нет я конечно рекомендовал покупать опасный дуэт одиночную версию я не рекомендовал покупать но давайте посмотрим какие же были цены на этот танк до этого и так вот у нас относительно недавно было 12 апреля 2022 года 8000 золота д но все есть в наборе то есть все есть тут и камуфляж тут и x5 тут и два контейнера собери все все есть все есть и то же самое 8000 золота но это ладно это цветочки давайте посмотрим что было 27 июля 2021 года всем с половиной тысяч золота точно такой же набор как за 8000 золота единственно что здесь x5 нету но два контейнера два контейнера правда там на французов но без разницы два контейнера есть оборудование есть аватарка есть камуфляж на танк нацепили все есть 7500 золота вот так вот 7500 золота за него вы получаете сейчас только если берете его вместе с акулой в полном комплекте вот это за 15000 золота только так вы получаете все вот это вроде как по той же цене что было в двадцать первом году но давайте немножко глубже посмотрим а вот здесь у нас 20 марта 2020 года 2020 год 2020 год только вдумайтесь семь с половиной тысяч за пустой танк в двадцатом году март двадцатого года два года уже прошло два с половиной практически да можно сказать два с половиной чё там один месяц не дотянули семь с половиной тысяч он стоил а теперь 8 стоит политика цен не нравится да политика цен самая лучшая а вот это у нас 19 октября 2021 года черная пятница ну сразу видно да на черную пятницу разработчики прям постарались постарались сделать его максимально выгодным 5000 золота 5000 золота ребята да а теперь они его пихают за 8 за 3000 можно было на остаток купить еще один танк там какого-нибудь тайпа 62 5000 золота на вот так так что с ценами на этот танк конечно дичь и 8000 золота он однозначно не стоит это просто развод это какой-то развод вас на золото банальный тупейший развод на золото так бустеры надо снять без бустера будем катать все поехали поехали выяснять хорошо ли он чувствует себя в рандоме ну да я честно говоря сам не ожидал что его так дешево продавали ну периодически то есть что его можно было там запятак купить например просто забыл да за семь с половиной это еще ну как бы такое небольшое сравнение восемь тысячи семь с половиной но другое дело что его клали в полной комплектации а теперь его в пустой комплектации продают за те же деньги ну как бы в пустой комплектации кому он такой нужен то да уж вот так вот разработчики у нас цены фиксируют потихонечку я думаю что скоро все танки все танки поднимутся в цене будут стоить на 2 на 3 тысячи дороже за пять тысяч хрена увидим в осьмёрке но это моё мнение потому что они сейчас очень неохотно их за пять тысяч продают даже самый мусор этот несов продают за пять тысяч ну 44 100 вдумайтесь если бы его там начали продавать за 6 тысяч золота ну это хренеть просто хрень у нас 310 альфы довольно таки точное приятное орудие похожая на льва и ахеренная ахеренная без прям преувеличением бронепробитие бронепробитие 230 миллиметров все можно пробить без голды вообще все можно пробить без голды если вы переключаетесь на голду на этом танке значит вы встретили какого-то супер-пупер опасного противника да еще и наверно девятого уровня парень вообще не прячется о я его не пробил пушку попал ну да в пушку если попасть то конечно не пробьешь а тебе еще одну плюшку кд довольно таки быстро за счет этого у нас приятненький дпм в 2 400 действительно приятный дпм 10 градусов у венов броня во лбу башни есть там шапка которая простреливается но в целом броня во лбу башни имеется сейчас точку захватим мне тут не специально конечно начал захватывать но раз уже захватил то почему бы и нет у них пт-шек нету прикрывать их некому поэтому я могу спокойненько вот так вот высовываться эти с точностью никаких проблем особых я не испытываю с пробитием опять-таки тоже чисто теоретически я бы мог переключиться на голду чтобы со 5 там прострелить но смысл поехали наверно заберем эту сейчас мне братецкий может прилететь с бортом и картонные с бортом и картонные поэтому борт подставлять конечно же не нужно но я тут хотел перекатиться а выбора как бы нет как перекатываться да перекатываться приходится вот так вот почти в лоб лучше всего выезжать конечно лобешника у этого парня 200 с копейками миллиметров ранее пробития поэтому у меня пробивает ну это как бы так сказать его маленький бонус фишечка так хорошо этого забрали лорка не должна меня пробивать каждым выстрелом куда же ты выцеливаешь зараза а ну вот хоть чуть-чуть но танканули да сейчас промахнулся поторопился не хотел получать еще одну плюху давайте его догоним догонит пт-шка на пт-шка его догнала и приняла куда-то мы а ну я понял он меня в в лд ой в это в нлд ху в нлд х он мне напихивал ну и соответственно все с этим ничего не поделать нлд у нас действительно картонная нлд лучше не подставлять лучше подставлять именно в лд и лобовую часть башни это самые бронированные у нас кусочки вот они будут танковать остальное танковать не будет так сейчас опасненько там 34 стоит немножко откатиться пт-шка за меня все дела делает я просто ей подсвечиваю она тут всех убивает приятно приятно давайте его на гусельку тогда поставим что-то лютовать начал у него вообще космическое бронепробитие он скорее всего меня пробьет пт-шку убил мою ах ты негодяй я тебя за это не прощу готова победа 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 2 700 накидали довольно таки тоже быстро приятно без каких-либо проблем от уэнов жалко не поиграли опять таки потому что от уэнов раскрывается данная тачанка видите я светила светила для нашей команды 2 степень на работали 2 700 70 тысяч кредитов ну достаточно неплохо по кредитам вышло и мы почти в топе и сушка которая меня прикрывала вот это нормальный такой парень давайте ему брать онский какой-нибудь подгончик дадим а он мне соответственно вот тоже силушку дал красавчик хорошо с ним сыгрались ну давайте теперь посмотрим на табличку значит по дпм мы чуть лучше чем та же акула по бронепробитию как я уже сказал отличное бронепробитие его хватает для того чтобы пробивать практически всех практически всех на голду переключаться но практически не нужно иногда очень редко но 232 это очень хороший показатель бронепробития альфа 310 точно так же как у акулы но когда я немножко быстрее 8 секунд за счет этого у нас немножко больше дпм по точности мы чуть-чуть хуже чем акула и по сведению и по разбросу да действительно чуть-чуть хуже но на самом деле по факту это достаточно точный так то есть посмотрите на все остальные машинки но крайслера еще более-менее хорошая пушка тоже по сведению по разбросу но вот эти три аппарата действительно достойно всех выцеливают вдумайтесь даже у того же льва ну если не брать разброс конечно расчет сведения похуже так что с этими аппаратами действительно можно нормально так наигрывать 10 градусов у венов 10 градусов у венов это прикольно и они действительно есть по всей площади поэтому комфорт орудия отличный по скорости в этот раз у нас тоже с ракет но 15 назад 15 назад это грустно но что поделать зато 11 лошадей на тонну и это уже чувствуется то есть лягушатник будет намного быстрее разгоняться до своих 40 километров в час и поэтому он как бы ну более подвижный нежели та же акула хотя у него конечно есть огрехи в броне к сожалению 25 градусов скорость поворота шасси вертится достаточно быстро 25 вот это предел хреновости если бы было чуть меньше то уже было бы плохо 25 принципе еще годится коэффициент фарма 175 опять-таки фармить этот танк будет достаточно годно ну раньше был 175 сейчас уже неизвестно и процент побед 54 13 почему 54 13 сейчас я вам покажу все дело в броне посмотрите на броню этого аппарата когда он стоит лбом какому противнику то здесь у нас 330 миллиметров здесь 230 миллиметров но 230 миллиметров преодолевается голдой к сожалению то есть принципе в лдх у вас пробить могут также у нас здесь 330 миллиметров шапка тоже 360 по кругу да и во лбу башню тут порядка 300 миллиметров там где-то 250 иногда возникает но в лоб башни практически никто его не шьет все шьют его вот в эту ком башенку которая 20 миллиметров 20 блин миллиметров сюда если закинуть то можно закинуть фугас здесь вот ободок 60 миллиметров сюда фугас не пройдет но все равно можно попробовать закинуть очень очень картонная башенка очень картонная башенка нлд 80 миллиметров естественно ничего не танкует под каким бы углом и и там не показывали чисто теоретически может быть как-то там можно подвернуть чтобы вас не пробили но это сказки вас будут просто пенетрировать борт борт у нас 55 миллиметров он практически не держит удар под прямым углом и если под скосом как-то попытаться танковать ну он в теории может выдержать урон но у нас есть вот этот кусочек который будет пробиваться когда вы будете немножко доворачивать корпус так что доворачивать корпус я вам конечно настоятельно не рекомендую то есть рекомендую принимать урон именно вот прямо ну либо чуть-чуть вылезая из-за угла вот как-то вот в такой манере чтобы вот этот кусок не пробивался и вэл дэшка была под приведен очкой пускай и небольшой но приведен очки тут чуть чуть больше миллиметров получится вот так как-то из-за угла выкатываться по другому просто нельзя по-другому вас будут пробивать ну естественно до того как вы покажете свою пушку вам закинуть куда-то вынул дэшку то есть танковать от борта прям очень сложно вот так вот выкатываться от борта противопоказано практически потому что виден вот этот кусочек в этот кусочек легко пробивает очень легко пробивает нужно выкатываться именно вот так ну то есть как бы это глупо не звучало но приходится оголять свою нлд шку иначе просто не получается жопа у нас конечно полный картон 40 миллиметров сюда будут накидывать все кому не лень 60 миллиметров башни и сюда тоже накидывают практически все ну вы видите все зеленое то есть все пробивается бронирован парень только салба и вот чисто из-за того что он бронирован только салба к сожалению его пробивают но конечно салба он действительно довольно таки бронированный и поэтому в лоб его пробить достаточно сложно главное не подставлять свою ком башенку ну и также у нас есть 10 градусов у венов которые мы попробуем реализовать в каком-нибудь бою может здесь получится у венчиков немножко поиграть я очень на это надеюсь я очень на это надеюсь ну давайте попробуем а поеду к я к ст ну конечно быстрый танк в принципе да там у них две стряжки может быть получится продавить может быть получится продавить ст направление а потом мы поедем на т.т. там у нас просто на т.т. ждут две девятки там будет вопля скорее всего как-то крысить направление на а ну может быть она будет направление на c красить тут уж непонятно смотря куда поедет и и еще там есть эмилька а ст поехали сразу же на т.т. молодцы это было здравое решение им действительно нужно пушить т.т. направление потому что если они не начнут его пушить то у нас есть шансы на победу очень даже неплохие у нас по ст большое превосходство поэтому нам нужно максимально их не пускать на эту гору пытаться как-то их проконтролировать ну парень в нлд скорее всего мне закинул у меня нлд картонная сейчас весь урон который будет проходить это будет по мне да я решил просто тут не пустить их наверх и поэтому вот принимаю сейчас это всех подряд ну хватит хватит вафля не едь ты ко мне он меня сейчас пробьет он просто выехал полностью полностью на меня выехал но тут нельзя было давать им проехать наверх если бы они проехали наверх все жопа а наши ст-шки бы просто не успели до нас доехать и нас прикрыть нужно держать было их максимально в яме поэтому я сделал это скорее ради команды для того чтобы они хоть как-то могли победить если бы они пропустили их наверх вот с этой стороны то у нас бы все т.т. направление просто бы смылось слилось там и все были бы какие-то большие проблемы а так есть хоть какой-то шанс чисто для команды я сделал все правильно но к сожалению пожертвовал своим танком видите тут как бы без вариантов ну шансы на победу есть вот если бы опять таки я не заехал то скорее всего они бы продавили скорее всего они бы заехали вафлю бы убили сразу же шерифа было бы прям максимально печально ну стандарт только не уезжай стандарт засранец а он все таки вернулся ну слава богу а тут у нас хари которая неподвижно стоит кустах так стоит хари ты бы поехал куда-нибудь я думаю наши все таки с горем пополам но победят победили парня победили молодцы ну в общем то да мы тут конечно отдали свою шкуру ради победы но вот так вот иногда тоже бывает 40 тысяч кредитов у нас получилось ну и мы кстати не в самом низу мы даже постреляли стандарт конечно молодец стандартно стрелял больше всех благодаря стандарту по сути мы победили вот это вазик хитрый с бачатом бараска если бы поехали на ст направление наши бы ст-шки их слили ну плюс я там поехал на это ст направление мы бы их все вчетвером слили и было бы все в порядке а так пришлось вот видите жертвовать собой ну собственно говоря что я могу сказать танк танкует иногда да не всегда но все таки танкует у него приятная скорость приятные у вены отыгрывать на нем тоже достаточно приятно но конечно за 8 тысяч золота это перебор однозначно перебор поэтому один единственный этот танк за 8 тысяч золота покупать точно не надо это очень дорого вы 3000 переплатите но можно купить вот в этом наборе опасном дуэте да в опасном дуэте это еще хоть как-то смотрится тут действительно можно его приобрести если кто-то уже купил опасный дуэт я вас поздравляю в принципе танки достаточно интересные и достаточно годные похожий геймплей конечно да действительно похожий у акула он будет все-таки получше потому что у нее более бронированная башня но ради разнообразия можно повыкатывать и француза тоже достаточно приятно отыгрывать за счет его чуть большей скорости вперед то есть вы всегда можете приехать на какую-то позицию занятию чуть чуть быстрее чем сделает это акула но в тупой перестрелки конечно у него есть зоны бронепробития которые легко преодолеваются вражескими снарядами и поэтому ему за счет этого конечно чуть чуть сложнее идеально конечно играть где-нибудь от увенчиков то есть встать от башни крепенькой башни постреляться от увенов только тогда амx раскрывается полном своем естестве показывает все на что он способен ну а так это рядовая машинка каком-нибудь городском ландшафте он конечно чувствует себя не особо уверенно потому что приходится выкатываться из-за углов и из-за углов у него есть множество зон бронепробития которые к сожалению будут легко простреливаться пробиваться вражескими снарядами особенно если они умеют голдой пользоваться без голды конечно они вас хренушки прострелят подписываемся на канал ставим лайки пишем что вы думаете про amx mle 49 и встретимся я так полагаю уже на стриме может быть сегодня будет конечно какое-нибудь предложение еще один ролик выпущу но вряд ли но стрим сегодня будет зачетный так что приходите будем играть в гравитацию всем спасибо кто досмотрел до конца и всем пока